Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы для составления целостной картины происходящих климатических изменений на планете за 9 месяцев 2017 года. Сегодня соберем последний пазл. Сентябрь 2017. Разрушительные ураганы Ирма, Катя и Мария нанесли серьезный урон многим странам и островам. Пострадали миллионы людей. В Уганде произошли сильные наводнения и сошли оползни. В то же время жители страны столкнулись с самой сильной за последние 50 лет засухой. В Мексике произошло разрушительное землетрясение с последующими авторшоками, от которых пострадали 20 миллионов человек. Из образовавшихся провалов начал выходить подземный раскаленный газ. В Испании пожар на острове Гран-Канария уничтожил свыше 2000 гектаров леса. В Индонезии увеличилась сейсмическая активность и возросла активность вулкана Агунг. Были эвакуированы 144 тысячи человек. В Нигерии продолжились проливные дожди, от которых за три месяца 200 тысяч человек вынуждены были покинуть места своего проживания. Разрушены более 11 тысяч домов. В Китае от проливных дождей пострадали 250 тысяч человек. В течение августа и сентября зафиксирован нехарактерный уход воды от берегов Бразилии, Багамских островов, Уругвая, а также от берегов острова Келарго, Флорида. На Солнце произошли вспышки самой высокой мощности, которые не являются характерными для сентября. Умение чувствовать, умение видеть по-доброму окружающих тебя людей – это не только показатель культуры, но и результат огромной внутренней работы духа. С каждым годом появляется все больше информации и примеров мирного, процветающего и культурно богатого сосуществования народов, которые жили ранее. В Перу инки, начиная обживать плодородную долину в окрестностях Куска, сумели перенять и обогатить унаследованную ими более старую культуру здешних мест. Они были первыми создателями большой империи, не порабощавшей подчиненных им народов. Инки стали полноправными и в то же время рядовыми гражданами присоединенных стран, жители которых, в свою очередь, получили равные с ними права в метрополии. Краеугольным камнем их общества было родовое общество Алью, возглавлявшееся Выборным Советом Старейшин. По всей земле инков разрослась сеть дорог, связавших между собой даже такие области, куда не сумели проникнуть люди XX века, со своей высокоразвитой техникой. Инки проникли в тропические низины бассейна Амазонки. Многие дороги до сих пор служат фундаментом для магистральных линий. Созданная густая сеть пешеходных тропок была проходима при любой погоде. Инки были мастерами сельскохозяйственных производств. Их растительные сооружения пережили века, а их террасообразные поля, укрепленные на крутых склонах каменными бастионами, до сих пор служат индейцам-горцам, источникам пропитания. Инки были в равной степени хорошими хирургами, математиками, архитекторами, землемерами и астрономами. Они не знали, что такое деньги. В их империи каждый работал как умел и получал все, что ему требовалось. Золото и серебро считались священными металлами, дарами Бога Солнца и Луны. Их использовали для украшения храмов, и эти металлы вовсе не представляли собой миновой материальной ценности. Движущей силой у инков был совместный труд на всеобщее благо, а не конкуренция ради получения прибыли. Ни один из жителей не мог сказать о себе, что он беден. Налогов никто не платил. Все жители строили дороги, мосты, водопроводы, крепости. Воду к полям подводили издалека и в изобилии, чтобы земля орошалась ею в любое время. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы, и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!